При всем моем уважении к губернатору Кристи, я действительно его уважаю как губернатора Нью-Джерси, я считаю, что это ошибка. Не знаю, по-моему, он просто поспешил. Не знаю, может, он хочет, чтобы Трамп какой-нибудь очередной небоскреб в Нью-Джерси теперь построил. Не знаю. Вполне может быть. Кристи он как раз в этом плане. Но в целом я практически уверен в том, что традиционная республиканская верхушка, лидеры республиканской партии никогда в жизни не поддержат Трампа. Это невозможно. И это очень правильно Боб Каган написал в своей статье в Washington Post, что нет, нет и нет. Мы скорее проголосуем за Хиллари, как бы неприятно нам это не было, но не поддержим Трампа. Человек, который просто опасен для Соединенных Штатов. Он легко может разрушить эту страну. Человеку, у которого вообще нет тормозов в плане, так сказать, что можно и какие есть правила. Вообще, вдумайтесь, вот это прозвучало на дебатах, что у него налоговая проверка, причем уже давно тянется, и, видимо, не первая. То есть, он даже не может свои налоги раскрыть нормальные. Понятно, что у него там черт знает что происходит. Потому что, когда ты из себя надуваешь миллиардера и всем это показываешь, а на самом деле у тебя очень сложные какие-то, так сказать, партнерско-заемные отношения с окружающим, наверняка там будет что-то вылезать. То есть, он тот самый монстр, которого республиканская партия, к сожалению, своими действиями, своей политикой, не очень разумной порой, она его создала. То есть, он продукт, значит, чаепитий наших, значит, этих хулебастеров и продукт той обструкции, очень часто не очень дальновидной, которую мы постоянно устраивали Обаме и его администрации в течение этих лет. И особенно, как бы, то, что происходит сейчас, когда, скажем, республиканцы говорят, а вообще нам Обама пусть не приносит своего кандидата в Верховный суд. Мы даже знать не хотим, как его зовут. Ну, слушайте, так же нельзя, ну, это, в конце концов, противоречит духу, букве Американской Конституции. Нельзя поступать с Верховным судом, который играет очень важную роль в американских институциях, в этой системе. Как же так? Мы на год фактически лишимся этого органа, очень важно. То есть, теперь республиканцы, обычные, классические, да, элиты, они не понимают, что с этим делать. Они этого монстра выпистывали, и вот он, пожалуйста, и вот он себя показывает. Трамп, безусловно, очень талантливый шоумен. Он, наверное, и от бизнеса шоумен, по большому счету. Он вот тот самый золотыми буквами написанный на зданиях большой бренд под названием Трамп. Трамп. Вот это такой человек. Очень показательные, на мой взгляд, эти дебаты последние в четверг. Вот, пожалуйста, он вещает, он никого не слушает. Ему говорят, слушай, ты посуществу-то что-нибудь можешь сказать? Нет, я вот как бы включил, а народ продолжает это потреблять с удовольствием, продолжает говорить, да, вот он наш спаситель. Это действительно может привести к расколу республиканской партии, но я думаю, что республиканская партия сильно умнее той своей части, надеюсь, все-таки не большей, которая готова сделать президентом Трампа.